Продолжение следует... 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 И за очень короткое время этот учебник как-то пишется, для чего есть генетические предпосылки, я постараюсь об этом сказать. Человеческий язык это не просто одна из высших психических функций, как считает большое количество ученых, они ошибаются. А это особая видоспецифичная способность мозга, которая позволяет возможность мозгу строить и организовывать чрезвычайно сложные структурно сигналы. Мы, конечно, понимаем, что это происходит с гигантской скоростью, к примеру, я сейчас говорю, это тысячи операций в минуту и сотни операций в секунду. Они должны быть очень точны, потому что достаточно чисто моторно, достаточно мне не так артикуляторные органы поставить, и будет акцент. Но самое главное, что вот все это обеспечивает не только коммуникацию, потому что для коммуникации у нас есть и другие способы, вообще-то говоря. А формирование концептов, понятий, и это наше мышление, вот в чем главный-то пункт. Человеческий язык, об этом не лингвисты часто, вот я, скажем, в Сеченском институте, где я там больше 20 лет работала, я все время слышала, от чего-то, собственно, разгорячилось, языки есть у всех живых существ. Конечно, есть, кто бы спорил. Есть химические языки, есть моторные языки, разные языки есть. Человеческий язык принципиально иначе устроен. Он имеет иерархическую структуру, он цифровой по своей организации. И главное, что наш язык это открытый список у всех животных с поправкой, насколько мы знаем, потому что если бы было время, я бы могла это и порушить вообще-то все, потому что все время появляются новые данные. Но пока что считается в основном так, что у братьев наших меньших по планете есть закрытые списки сигналов. Вот, скажем, 15 так 15, там 20 так 20. Этот сигнал, значит, опасность, этот подавайте мне самку, этот пищевой и так далее. В человеческом языке это принципиально открытый список, все время появляются слова и понятия. И исчезают тоже. Главная черта нашего языка, и вот тут 100 восклицательных знаков, это продуктивность. У нас здесь, именно в мозгу, есть механизмы, которые позволяют нам строить по неким правилам, и что это за правила, это как раз и есть наша задача выяснить, потому что, а где их взять? Мозг их знает, а как их оттуда вынуть? По правилам строить абсолютно новые единицы и сообщения, которых никто никогда не выдавал и никто никогда не слышал, но понимают. Итак, у нас есть синтаксис и морфология, нет времени читать, поэтому читайте сами. У нас есть фонетические законы, очень сложные. И вот они происходят с огромной скоростью, которые позволяют делать то, что вы на экране видите, просто нет времени останавливаться на этом. Вот до того, как я про это скажу, я хочу сказать следующее. Я ни звука не говорила и почти не буду о том, на что, собственно говоря, мой пафос и нацелен. Мы говорим о смыслах. Человеческий язык – это инструмент, чрезвычайно сложный, очень мощный и изысканный инструмент работы со смыслами. Мы живем в мире смыслов. И вот это то, что делает человеческий язык, потому что остальное можно было бы похуже, но и без него. Язык – это не то, что у нас появляется какая-то мысль, а потом мы ее упаковываем в язык. Вот то, что здесь написано, Густав Шпет – один из мощнейших философов на эту тему. И сами видите, что он говорит, что это не свивальники мысли, а ее плоть. Именно то, как мы говорим, и порождает эту мысль. Всем известно уж в этом зале точно, что у нас есть зоны, которые отвечают за речь. Так всегда считалось, и эти зоны никто не отменял, о чем нам свидетельствует, увы, каждый день клиника и бесконечное количество тысяч людей, у которых, если повреждаются так или иначе по разным причинам эти зоны, исчезает либо способность порождать речь, и это поломки зоны брака, либо воспринимать речь, и это поломки зоны верники. С этим никто спорить не будет. Но когда мы на минуту забудем про клинику и про пациентов, а вернемся к тому, чем занималась Наталья Петровна, Святослав Селыч и коллективы, которые вокруг них были, засунем эту голову в томограф. И если мы будем думать, как я думала, когда начинала, и вот там, значит, он нам будет показывать. Вот зона брака, вот зона верники. Вот ничего он нам этого не показывает. То есть это он нам показывает, но он показывает еще массу отделов в головном мозгу, которые участвуют в разных когнитивных функциях. То есть это никак не локальная вещь, это мягко сказано. Но были и давно были люди, типа Джексона, британского замечательного невролога, которые уже, да, зоны брака и верники находятся в левом полушарии головного мозга, если вдруг кто забыл. Но тогда же, в то же время, были люди, которые не просто были внимательные клиницисты и вообще ученые, просто внимательно смотрели и все, что увидел, записывали. Но Джексон это даже опубликовал. Это не произвело на научную общественность вообще никакого влияния. Прошли десятки лет, прежде чем осознали, что Джексон уже тогда говорил о правополушарном участии в речевых функциях. Основателем нейролингвистики в нашей стране. То есть нейролингвистика это не нейролингвистическое программирование, как многие думают, это случайное совпадение слов. А это то, что называется brain and language, мозг и язык. Это, конечно, Александр Романович Лурия, который, конечно, удивительная фигура на этом поле. Не стоит думать, что непротиворечивая. Были вопросы споров и у Лурии с Натальей Петровной, и с многими другими людьми, в частности, и в Петербурге. Просто нет возможности об этом говорить. Но я это хорошо знаю. Итак, Бехтерев и Бехтерева к вопросу о языке имеют прямое отношение. И я бы даже сказала, вот я просто разгоняюсь побыстрее, что взгляд Натальи Петровны и команды, которая с ней работала на язык, это совсем другой взгляд. Я вот сейчас пока сидели, и я слушала моего коллегу и друга Святослава Всеволодовича, я вспомнила симпозиум международный, на самом деле потрясающий, который был в Институте Павлова в каком-то из 70-х годов. И там сошлись, и там реки кровелились, я вам скажу. Я была молодая дура, но понимала, что это вообще невероятные вещи происходят. Там была Наталья Петровна и вся команда, двое из которых, профессор Медведев и профессор Кропотов, здесь находятся. Но там были и остальные из этой молодой группы. И то, что они рассказывали, вызывало жуткую, аффективную, я бы даже сказала, реакцию у речевиков, как мы тогда говорили, которых в зале сидело много, нельзя сказать, потому что это вообще очень такие узкие группы. Но зато это были самые главные. Это были колтуши в лице, ну, самых главных, кто этим занимался. И драки, прям драки шли, потому что был совершенно взгляд, отличающийся от того, что было принято. Нельзя не вспомнить о профессорах Баллоновой и Деглине, с которыми я работала у них в лаборатории. Одна из лабораторий, в которых я работала, была их. И это была лаборатория функциональной асимметрии мозга. И это было время, когда, это была мода, я бы сказала. Нельзя не вспомнить Романа Осичи и Капсона, который в 80-м году выступил с лекцией Brain and Language в Нью-Йорке, которая потом отдельной книжечкой была опубликована. И я в том числе ее переводила для собрания сочинений. И где он говорил о роли правого и левого полушария в разных когнитивных функциях. И это не была общая болтовня. Это не были вообще слова. Это серьезная работа. И он говорил о роли правого и левого полушария. И вот пошла на много лет эта мода с правым и левым полушарием. Я так это говорю, почти цинично. Потому что моя докторская диссертация сама была фактически про это. И с тех пор у меня раздражение на эту тему. Роджерс Перри и команда получили в 81-м году премию Нобелевскую именно за это. Свои премии они ждали многие годы. Они работали на животных. Это рассеченный мозг. Они работали и на пациентах, которым по жизненным показаниям это было необходимо. Это больные эпилепсии в основном. Но нет времени об этом говорить. Но короче говоря, когда накопилось много разных данных. И данных от животных, и данных от пациентов. И вот эти данные пациентов с рассеченной комиссурой, которые, конечно, очень сильно обследовали. И вдруг оказалось, что это все начало совпадать. И тогда вот Нобелевская премия получилась. Нельзя не вспомнить Газанигу, который в этой команде работал. Нельзя не вспомнить Лотмана, который возбудил интерес к этой теме у разных наук. Потому что они стали воспринимать эту историю эскизиологии как модель того, что может быть наложено на культуру, на социум и на то, что тогда было так модно, идея диалога. Идея диалога разных. Лотман даже тогда говорил, что новые знания, новые интеллектуальные шаги появляются тогда, когда сталкиваются две разные логики или два разных подхода. Обязательно разных. Что если оба говорящих друг с другом согласны, так могут и не разговаривать. Потому что нет как бы прибыли в знаниях. Что должны столкнуться разные культуры. Тогда появляется новая культура. Должны столкнуться разные социальные группы. Почему вдруг такой интерес у гуманитарной науки? Ну какое им дело до этих рассеченных мозгов? А тут оказалось, что да, мы это видим. Это общие законы. Поэтому в некотором смысле это можно даже эволюционно рассматривать. Я могла бы, но времени нет. Поэтому диалог как основа семиозиса и двуполушарный мозг как модель. Вот в чем дело. Вячеслав Сеевич Иванов, знаменитый, абсолютно гениальный академик, вот что писал, что это вообще одно и то же. Короче говоря, идея была в том, что поймали алгоритм. И алгоритм не в узком, конечно, смысле, а в большом смысле. О, мы нашли, должно быть двое, они должны подраться, тогда будет новая информация. И знаменитые люди из этой сферы, вот они такое писали. Выгодский об этом, разумеется, говорил. И все это мы знаем. Библер об этом говорил. Столкновение различных логик мышления. Это то, что приписывают левому и правому полушарию, что это как бы другой взгляд на мир. Итак, в самом общем виде считалось, что левое полушарие речевое, логическое, рациональное, что все математики левополушарные. А правое и физики, это все не так, я хочу сказать. А правое гештальт, эмоции, метафорическое и, в общем, поэзия искусства. Вот когда стали внимательно на это смотреть, то вовсе нет. Самые скрупные из математиков и физиков, когда они сами рассказывают про свой процесс мышления, или когда это свидетельство других, или это письма, дневники, черновики, мы видим другое. Как только речь доходит до крупных фигур, то там не только алгоритмы. Алгоритмы, мы, вот хорошая, кстати, оговорка по Фройду, алгоритмы. А художники, это отнюдь не только, вы возьмите пуантилистов, или возьмите абериутов, ну, нет времени сейчас говорить. Ну, короче говоря, нету этого водораздела, здесь все аккуратненько, это физика, математика, а здесь все неаккуратненько, это искусство. Вот это просто неправильный взгляд. Я сейчас буду просто листать слайды, но я их сознательно сюда поместила. Этим занимается армия людей. По-прежнему издается журнал «Асимметрия», читать невозможно, вот такой толщины. Все время занимаются этим. Много исследовано. Вот я просто буду перелистывать. Вот что мы знаем про левое полушарие сейчас. Эта запись, я думаю, останется, если кому захочется, или я могу ссылки на публикации дать. Довольно много мы знаем про это левое полушарие, всякого. И про правое полушарие мы знаем много всякого. Но не так это просто, как казалось. Вот тогда я бы говорила, да я не просто бы, а я и говорила, что, скажем, алфавитное письмо – это левое полушарие, где там нужно складывать этот бисер, а иероглифы – это правое полушарие. Более того, если бы я сама с собой стала сражаться, я бы привела аргументы и за то, и за это. Потому что известно, что у японцев, если они, у китайцев, если алфавитный текст они читают, то совершенно другие структуры мозга. Это все хорошо, но это слишком просто. Чем больше мы знаем, извините за банальность, чем меньше мы знаем. Это все так. Вот то, что я здесь размещаю, это правда. Но не вся. Поэтому вот то, что я здесь пишу, это так, но это так. Но если внимательно посмотреть, то это больше не так. Потому что особенно после потрясающих вещей, которые делает мой друг и коллега Константин Владимирович Анохин. Слушайте, ну уже сколько можно? Уже десятки лет идут, когда мы чего в мозгу ищем? Вот мы ищем место, где чашки, место, где ложки, место, где формулы. Но если мы так работаем, ну дурачки, значит. Потому что этих мест там нет. Их бесполезно искать. Их просто нет. Речь идет о сложнейших, боюсь даже слово сеть теперь говорить, потому что о гиперсетях, потому что это другие вещи. Мы не можем найти. Когда мы подходим к томографу, вот как Святослава Всеволодович не даст соврать, когда я там первые разы приходила, я говорю, давайте, мы еще на вы тогда были, давайте посмотрим, где это расположено, где это. И я помню, он мне тогда говорил, вы это всерьез, что ли? Вы действительно собираетесь увидеть эти места? И я собиралась. Но сейчас-то я бы близко даже нету. У Натальи Петровны другая парадигма. Это мягкие и жесткие звенья. Это не локация объекта, я ставлю в кавычки, потому что это что угодно может быть. Это разное, в том числе и молчащее участие различных зон. Это была вот одна из вещей, которая меня поразила, когда уже вышла на Brain Imaging. Это тот факт, что если вы на мозговой картине видите, это я прошу прощения у тех, кто с этим работает, потому что они это наверняка знают, но не все знают. Что если вы видите, что какие-то зоны мозга не работают, это не значит, что они работают. Они не работают. Они молчат. И тем самым молчание, это отдельный мог бы быть доклад, молчание и паузы важнейшая вещь. Они тем самым дают возможность остальным работать. Они не просто так молчат. И это важная вещь. И вот эти мягкие и жесткие звенья, это важные вещи. Ну вот я просто чуть-чуть, я действительно к концу иду. Мы продолжаем с этим работать. Мы работаем со сложной лингвистикой. Я вам хочу сказать, что, знаете, мне на днях пришел в голову пример. И я страшно собой довольна. Не могу не поделиться своим счастьем. Вот зубы. Наши, наши. А чего мы к донтисту идем? Сами бы и лечили. Я серьезно говорю. Из того, что каждый из нас говорит на языке, не следует, что мы знаем, как он устроен. Из тех многих наук, с которыми я работаю всю жизнь, это целый список наук. Я должна сказать теперь, что лингвистика одна из самых сложных. Это невероятно сложная структура вся. Все происходит одновременно. Вы видите, смотрите, вот у нас есть фонемы. Это как бы атомы, из которых составлен наш язык. Есть языки на планете, которые не из фонем, а из слогов. Но это неважно. Но нет языков, где не было бы этих штучек. Вот есть штучки, это знаете, как игра лего. Вот у тебя коробка, и там сколько лежит, столько лежит. И там сколько лежит, столько и лежит. Если в этом языке 8 фонем, то уже не 9. А если 88, то уже не 89. А вот из этого набора ты можешь строить, что хочешь. И дальше начинается этот кошмар. Значит, фонемы или там слоги, неважно, вкладываются в морфемы, морфемы в слова, слова в фразы, фразы в дискурс или в эти тексты. Это туши свет, это такие страшные правила. Все это происходит с гигантской скоростью. Но самый ужас еще и в другом. Все это зависит от контекста. И об этом сегодня уже был разговор. Я вообще не понимаю, как мозг удается, как ему удается жить в мире, в котором все меняется каждую миллисекунду. Освещение, отношения. Сегодня ты мне нравишься, а завтра ты мне враг. И под этим словом можно еще и это иметь в виду. Это, кстати, то, с чем мы столкнулись. Это продолжая то, что Святослав Сергеевич говорил. Константин Владимирович не даст соврать. Слово mind, которое вы употребляли. Если не секрет, как переводить на русский язык? Мы дрались 4 года, все специалисты, пока эту книжку делали. Это может быть ум, это может быть разум, это может быть душа, это вообще рацию, психическое. И что? А что нам вообще, что делать? Как мы можем друг с другом разговаривать о таких сложнейших вещах, когда у нас нет договоренности по терминам? Между тем, я начала с того, этим же и закончу. Мы живем в этом мире, от того, какой у нас язык, зависит то, как мы членим этот мир, какую схему мы себе строим. Если у северных народов есть 500 наименований для разных состояний снега, но нет общего слова снег, это ведь нам кое о чем говорит, так ведь? Ну хорошо, так вот, я говорю, мы работаем с этими вещами, я здесь привожу. Есть такая идея, вот как распространить, заканчивает, да, надо? Сейчас закончу. Есть спор мировой на эту тему, действительно в мире идет. Как эти слова, они как здесь лежат-то? Что по алфавиту, они лежат кусками, скажем, здесь лежат корни, здесь суффиксы, здесь префиксы. Когда мы их склоняем, упаси Господь, спрягаем, то это что? Они лежат в этой форме тут, а в этой форме тут или там правила? Это очень сложный спор мировых лидеров в этой области. Существует два подхода. Непримиримые пока. Одни говорят, есть формы, для которых у нас есть алгоритмы. Это типа английских work-worked. Добавь иди в конце и получишь прошедшее время. Такого много везде. А есть слова, которые мы знаем со школы, как неправильные глаголы, которые просто нужно выучить. Так вот идея такая, что есть две линии в мозгу. Одни те, которые работают по правилам, и эти правила базируются, внимание, на врожденных генетических базисных механизмов. Там не записаны правила спряжения, мозг не занимается такими вещами. Но там есть механизмы, с помощью которых мозг это умеет делать. Если эти механизмы рухнули, то больше ничего и не будет хорошего. А другие вещи нужно запомнить. И они связаны с памятью. То есть это два разных пути. Один – это алгоритмы. И они зависят от вероятностных характеристик. Поэтому это проверяемо. На этом построены эксперименты. Если частотности, а их много разных, влияют, значит первый механизм выигрывает. А если не влияют, значит второй. На эту тему миллион работ. Мы тоже это делали, в том числе с нейроимиджингом. И многие вещи опубликованы и продолжают публиковаться. Почему мы это тоже стали делать? Потому что одно дело относительно простой английский язык. Здесь два варианта. Либо этот алгоритм worked-worked. Либо это неправильные глаголы типа там, я не знаю, by what. И их надо запомнить. А с русским языком делать что? А с финским? И еще пачки языков, в которых, я не знаю, там 18 падежей, 100 вариантов склонений и спряжений. А мозг-то тот же? Мозг-то тот же? Вот что он с этим делает? Короче говоря, это серьезные экспериментальные работы. Это не дискуссия у камина. Это факты на бочку. Очень трудно строится сам эксперимент. Он требует большого времени. И в том числе компьютерного даже времени. Ну вот. И еще я на одну вещь обратила бы внимание. Это энергозатраты. Но это еще 14-го года работа. И Святослав Селыч тут тоже автор. Чем меньше автоматизация, тем больше энергопотребление. И это опять-таки не общие слова, а это доказанные вещи. То есть одно дело автоматизм в языке, а другое дело, когда тебе надо строить. Поэтому анализируются ошибки маленьких детей, у которых мозг только выстраивает систему. Анализируются ситуации с больными с афазиями, у которых утрачивается эта система. Или мы работали с больными с Альцгеймером, кстати, так и не опубликованная вещь. Которые вдруг забывают, как делают те вещи, которые... Ну, человек вообще с нулевым интеллектом это готов делать. Это я хочу под конец, это действительно конец, подчеркнуть. Конечно, если интеллект так низко находится, что он не может вообще ничего освоить, ему не освоить и язык. Но мы знаем, а если здесь сидят врачи или дефектологи, они знают, есть масса всяких синдромов, когда человек настолько, ну, настолько болен, подыскивало слово, что он там, я не знаю, кофту себе застегнуть не может, при нем нужна постоянно сиделка. А при этом он невероятно серьезно говорит, он пишет стихи, он с легкостью выучивает иностранные языки. Это что такое? А есть те, у которых, наоборот, высочайший интеллект, и они дети, и они не могут освоить свой первый язык, для чего не нужно ничего, кроме как родиться человеком. Поэтому эта история сложная. Ну, ладно, листаю. Таким образом, не места, а связи, это очередной привет Константину Владимировичу, связи мы ищем, мы не ищем места, где чашки, глаголы и идеи. Не только активность, но и ее отсутствие. Энергопотребление, что дороже стоит, а значит, в случае языка, что требует большего количества операций, и почему одних требуют, а у других не требуют. И кто эти одни, и кто эти другие, чем это вызвано? И важность контекста и базовых знаний. Если я много всякого знаю, мое восприятие того же самого стимульного материала, какой бы сложности он ни был, оно другое. Ну, и я просто хочу сказать, что мы продолжаем этим заниматься на разных, с использованием разного, ну, и нейроимиджинга, и разных видов ГЭЭ, вызванный потенциал. Мы много работаем потенциалы, мы много работаем с айтрекинг, с прибором, который фиксирует микродвижение глаз, но это сейчас так работает весь мир, и много поведенческих методик, которые используются и в когнитивной психологии, и в нейролингистике, конечно, тоже. Я, собственно говоря, хотела бы закончить вот на чем. Здесь Наталья Петровна и Грей Уолтер, а приписала я сюда следующее, что говорит Эйнштейн. Можно двумя способами жить на Земле. Считать, что чудес не бывает, или считать, что все, что мы видим, это чудо. Поэтому, когда люди наивные или плохо образованные, или плохо думающие подходят и говорят, А вот вам покажите там нам чудо. Я говорю, а чудом является все, что, скажем, да, я закончила, что чудом является все. Скажем, физические законы, почему не разлетаются молекулы, почему вообще, как это может быть, все, что нас окружает, это что, не чудо, что ли? И вот Наталья Петровна, она это понимала, и она не боялась это говорить. Поскольку она крупнейший ученый и очень мощная личность, то разговоры про то, что это к науке не имеет отношения, слушайте, это недостойно обсуждения. И спасибо за терпение. Ну, на вопросы, наверное... Спасибо, Татьяна Владимировна, да.